И вот в технике пуантель, точечно, в пределах утраты, не выходя на автора, я выполняю тонировки. Ты набираешь цвет и тон, он, знаете, он будет не одним цветом, там различные цвета присутствуют. Отойдете, вы этого вообще не увидите, тонировок никаких. И так несколько месяцев кропотливой работы. Над этой картиной Наталья трудится уже полгода. И впереди еще несколько месяцев. Но начинается путь восстановления полотна не с красок, а с его истории. Произведения подробно описывают и делают фотофиксацию. До начала работы, во время, общие планы крупные и даже в ультрафиолете. Картина в основном всегда находится в пылевое загрязнение, лаковое покрытие, чтобы видеть вот эти все загрязнения. И художник, реставратор должен очень точно работать, когда идет процесс утоншения лака. Потому что он не должен полностью удалять лак, он должен оставаться на поверхности картины авторским тонким слоем. Работа реставраторов подобна медикам. Они аккуратно и поступательно даруют произведению вечную жизнь, восстанавливая, но при этом сохраняя руку автора. Эти знания помогают воссоздать работу великих художников. Так на выставке Архипа Куинжи детям демонстрируют, как же автор создавал свой таинственный светящийся эффект. Он сначала закрасил все, что у него будет темной окраской, темными цветами. Оставил только белыми те места, которые надо будет либо смешивать с темными цветами, как вот здесь, ну смазывать их, можно так сказать. Либо оставлять их белым, а потом опять закрашивать специальными красками. Волшебное свечение создает знания. Знания контрастов, которые наше зрение воспринимает именно так. Если я как художник знаю, как работает контраст зеленого и красного, синего и желтого, и как можно их дополнить еще, вернее углубить с помощью белого, вернее смягчить этот контраст. То есть я вот играя этими свойствами красок, что ли, я создаю его на картине. Благодаря пошаговому пособию теперь каждый может стать волшебником и создать свой светящийся эффект. Наталья Антонова, Георгий Иванов. День событий.